Сплошные санатории Проклятые коммуняки настроили всего До сих пор разобрать не могут Может по скраму я смотрю Санаторий, тоже интересно, остановка без мозаики Там мостики через канал Интересно Вот где-то в джунглях Все в плющей Микро-лестница Наверное, камера все-таки немного ниже, чем обычно Потому что рюкзак дает Красиво здесь территория сделана Не просто сами санатории Ну, как обычно в советское время В Крыму тоже так же Там не же просто, чтобы Санаторий там Были посажены специальные деревья Ну, здесь, наверное, просто жилые помещения Поэтому тут Ну, да, тут особо-то и ловить нечего Ходил лучше в центральный вход Чего здесь Непонятно Крыша, что ли, упала? Прямо вон все Разваливается На глазах Ну, тут ничего такого Экзотического не будет Просто, наверное, такой Типа отель Чего, Павел, что-то такое Собака, иди отсюда О, бля, тут Нет Тут ходить нельзя Короче, нет Тут делать нечего Соба Просто комната Да Пропускаем этот отель Снаружи Хватит Вот он снаружи Ну, да, снаружи он еще Выглядит более-менее целым По факту внутри Уже труха Прямо вообще Все Причем сгнилые полы И Потолок Это куда-то в другую сторону Еду Накутаюсь Не сюда Церковь Ну, кстати, да Зато церкви стало везде Как грязнешь Я думал, в России много Но нет В Грузии их еще больше В разы прям Втыкали на каждом углу Вот раньше интересно Я еду в поезд Думаю Вот Церкви настроили А люди что-то как-то Жить лучше не стали Вроде Богу молятся Гораздо больше Ну, раз столько церквей А что-то результатов нет Ни хера никаких Раньше, вроде как, не верили А все строили И города И все И в космос летали Сейчас Ни хера ничего не осталось Но зато церкви Там тоже какой-то санаторий, наверное Как-то даже уже К нему тропа и ведет Не знаю Вообще Он живой, не живой Ладно Подойду поближе Снимаю Как раз Один из обжитых Санаторий Наверное Санкт-Петербург 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 Не знаю Есть ли смысл Заходить внутрь Или нет? На дне, наверное. Снаружи тоже хорошо смотрится. Продолжение следует. Похоже, как мусульман в Кисланках делают по несколько, вот в Турции, в Дагестане тоже, по несколько мечетей в конце каждой улицы. Друзья, наверное, по такому же принципу православные делают. Ну да, территория, конечно, здесь прям офигенская. Широкие такие эти улицы. Все засажено деревьями. Это плота, наверное, они сейчас распустятся. Рето, наверное, вообще здесь будет отлично. Кипарисы, кстати, здесь смотрю, пирамидальных много. В отличие от побережья, где вообще их я не видел практически. Тоже, наверное, что ли, какая-то контора была. Вот, кстати, вот идешь, у тебя не прохладно. На Солнцевой ходишь, вообще жарко прям. Еще очередная лестница. Полностью заросшая. Да. Наверное, тоже был какой-то, как я показал, вот верхушку. Сейчас поднимусь. Посмотрю еще, что там. Да, детям здесь вообще раздолье по всем этим лазить. Но родителям, конечно, стрёмно. Надо следить, чтобы на них что-нибудь там не упало. Потому что реально там все прям на соплях. Это вот не аллея, это тут парк. Вот канал протекает. А это просто тротуар вдоль дороги. Такой засаженный. По-моему, этот кипарисовик нутканский. Такой повислый. Который может даже у нас зимовать. Наверное, на него здесь сажали чисто из-за формы, чтобы там так висит. А-а-а. Да, прям лето здесь. Что-то прям как-то это. Сто километров даже поменьше, наверное, от берега. И уже все прям. Как будто на месяц вперед. Ну и на месяц, на неделю, на две точно, наверное, переезжает здесь погода. Парк. Смотри, люди там гуляют. Суббота все-таки, 1 апреля. Вот такой вот изгиб красивый. Канал и дорожка прям. По пути вот ворота какие-то. Со спутника там видно тоже какая-то постройка. Может, еще одна баня. Тут их много, говорят, было. Одна только осталась рабочая. Она в центре парка. Ну да, наверное, тоже. Было как-нибудь купальня. Что-то как-то на холме прям. Вон тут вообще труха вся. Даже внутрь не зайдешь туда завален. Ну да, короче, шиповник. И вот это вот ежевик, это прям бич такой Грузии. Прям такой конкретный сорняк. Все. Все оплел. Каким цветом пахнет. Каким цветом пахнет. Смотреть тут нечего, вообще, это кедры, не малайские наверно Тут закрыто, а я думал за этим хрен там Короче, вот тут какой-то, рабочий, крутой санаторий Деники растет, что, затишил? Да ладно Ну-ка, сейчас выйду Потом поснимаю Интересно сделано Красивый, блядь, церксис Поближе А, туда? А там чё? Туда, туда, нет, мне надо было именно туда Ну, ничего, на обратном пути ещё поснимаю И надо подальше отойти В пол, чтобы было видно Да, интересно сделано Да, интересно сделано Интересно, а сейчас вот В современное время За эти 30 лет хоть один Где-нибудь памятник есть Ребочим человеку В общем, это территория министерства обороны Санаторий, бывший Вот Как бы вход тоже платный За бабки Ну, я как-то Просто по левому, получается, зашёл Поэтому, он говорит, ладно Я с тобой иди, вроде Но, говорит, по территории не шарься Иди давай сразу на выход Ну, вот я что успел снять, то посниму Вот, мне интересно Ну, сейчас понятно, капитализм Сейчас они пускают за бабки А вот, интересно, в советское время Это Вот так вот Если бы проходящих мини Пускали на территорию санаторий Скорее всего, тоже не пускали Ну, наверное, даже из-за бабки Хотя, не знаю Я вот помню, мы в Крым ездили Там санаторий в одном жили В Ясной Поляне Там карточки давали всем санаторные Вот Вон, кстати, действующие Эти бани Вот они, как раз, получается, напротив Это санаторий Вот это вот Министерство обороны Вот они ходят туда, отдыхающие Спаррисорт сейчас он называется Не какой-то там, блядь, санаторий зачуханный А спаррисорт Все дела Ну, красивый здесь парк Парк такой, смотрю, дичавший прям Наверное, за ним не следит никто Вот такая территория огромная Вот И он зарастает постепенно Блин, как зелено Я прямо что-то как-то это Как будто Приехал из какой-то там Ранней-ранней весны, прям в лето Что-то не ожидал даже В этой тоже, в Кутаисе тоже все цветет Уже прям доцветает Еще в Кутаисе только зацвело Там уже доцветает Листья распустились Дубы вовсю Эти листья прям появились Такие уже длинные Хотя дуб довольно-таки поздно просыпается А в Кутаисе, прям вот когда подъезжали уже Там прям уже все дубы Позеленели Вот ворота Там наверное Касса Спросил у охранника Говорит, на территорию пройти нельзя Он говорит, нет Ну, нет так нет Про деньги я ничего не сказал Тебе-то сразу говорили Деньги давай А этот ничего не сказал Наверное, не подкупный Ну, хотя Тот мужик сказал, что тебе в забавки пускают Продресс прям густой Интересно, это насажено или Само-то это выросло Красивые такие изгибы У канала Тоже наверное с умом прокладывали Даже еще самотеком здесь вода стекает Ну, красиво Тоже какой-то слив воды Тоже какой-то отель что ли Уже четыре по местному Тотберейскому Кстати, вот странной скульптур нету В санаторию Может уже сперли их все Беседочка, ну поспущусь что ли Ивы не спускаются Ну, так-то да Я понимаю, почему сюда приезжали люди В советское время Но считалось круто Да, прям Интересно Хорошее место Хорошее Платановая аллея Осень, наверное, здесь красиво Вот эти ветры Все платаны И вот когда они Желтеют, наверное, вообще не ж терпим Не знаю, что это такое Ну, вот Красивый вот этот Мне понравился Чего-то на маршрутку проезжал Обратим внимание Ну, это, наверное, не старое что-то Ну, вот и хочу показать Это дубы То есть, вовсю уже прям с зелень Вот Цхалтубский ЖД вокзал Сюда, в советское время, говорят, ходили Поезда напрямую из Москвы Москва-Цхалтуба Вот так вот Честно, не знаю, это сюда, если кто-то ходит Шульчанч На вокзал А нет, тоже разбитые Ну, наверное, может электрички какие ходят Сюда все-таки Каски, что ли, висят Или вот дельфины, что ли, такие Запах мочи Сразу При входе Все разбито Продолжение следует... Спасибо. Нет тут ни хрена. Вот это здесь эти кедры хреневающие. Это единственное, что ходит по путям. Это единственное, что ходит по путям. Ну вообще парк здесь цивильный. Мне кажется, сюда не надо искуда, если народ приезжает летом погулять. Потому что местным жителям тут явно что-то до хера этого всего. Есть столько населения, чтобы содержать этот парк. Мне больно как-то это. Вот парк у них хорошо сделан. Даже с этого видно. Со спутник. Чтобы не запустили. Вот этот край. Где вход. Въезд со стороны Кутаиси. Там цивильный сделан. Это стоянка для великов. Я думаю, что это так. Кстати, со мной в электричке Челазин ехал. Не помню где-то. Он сел после Урэки в какой-то станции с великом. Не знаю, русский, не русский. Ну русский, наверное, светлый такой чувак. То есть ехал до Кутаиси до упора. Наверное, покатает здесь где-нибудь в районе. Чуть так. И вечером, наверное, опять обратно на электричке. В принципе, да, на электричке нормальная с великом. Все равно за него плату не берут. Народу мало. Места много. Он сел рядом со мной напротив. Велик рядом с собой поставил. Никто не возражал. Так что имейте в виду. Если вот так вот надоело кабулеть, наворачивать круги. Взял велик, сел на электричку. В Кутаиси. Ну а здесь побольше, поразнообразней. Здесь уже холмы всякие. Не, ну там тоже есть. Ну, в общем, короче, можно. Вот такой вариант еще рассмотреть. Центральная аллея. Тут прям вообще лес. Сосновый. Что-то где-то мне подалась информация, что это хотел Саакашвили. Что-то он прям конкретно взялся за Грузию. Хотел из Цхалтубы сделать такой крутой курорт, как раньше был. Походу не успел. Закрыли его. Ну, кстати, вообще он много чего сделал для Грузии. Вот так вот смотришь. Ну, они сами рассказывают. Я так посмотрю, они его уважают. Я говорю, а что ж тогда его выгнали-то? Я говорю, типа наглеить стал. Ну, грузинам виднее. Раз стал наглеить, значит, наверное, была причина. Такие дорожки в лес. Ну, тут прям, да, такой лес. Ну, тут я бы не сказал, что центр какой-то. Я так посмотрел по карте. Само, сам жилые районы, они как-то с запада, или то есть с востока. Ну, короче, с юга, наверное. Но больше запад и юг. Запад и юг. На севере немного. А восток, там как-то уже такие огороды какие-то. Вот. Санаторий получается как бы на окраине. Ну, так с краю.